Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот о чем подумал. У нас совершенно нет на канале блюд армянской кухни. Давайте сегодня начнем с простого, но вот это я очень люблю и готовлю. Готовлю уже две недели, все мои родственники без ума от этого блюда. Шучу. Я готовлю это не раз. В свое время, когда еще мы делали завтраки для телеканала Подмосковья, которая уже не существует, я изучал тему завтраков и оказывается, ну, очень большое количество, это знаете, как есть люди, которые говорят, грузины, что хинкали должны быть такие, другие говорят, что хинкали такие, но основа основ. В армянской кухне многие говорят, что кавурма это завтрак. Ну, то есть, это некое, это не блюдо, это некая заготовка, да, которая потом можно использовать на завтрак. Давайте начнем с того, что я взял шмат мяса вот тут на косточке, это шея. Ну, какой был в магазине, в общем, здесь без разницы. Главное, не голяшка, ну, и чтобы поменьше было соединительной ткани. Хотя, на мой взгляд, конечно, отлично было бы или голяшку, например, или грудинку, но сколько я знаю и сколько я встречал это блюдо везде, в интернете, в том числе у своих друзей и так далее, почему-то готовят из мякоти бедра заднего, а там одна солома. Я не знаю, почему. В этом есть какой-то смысл, никто не может мне ответить. Почему? Просто все такие, типа, ну, мякоть, из мякоти надо его готовить. А мякоть, как я уже говорил не раз, парадоксальное слово в русском языке, мякоть означает самую твердую часть говядины. Вот это вот все, что называется мякотью, типа, заднее бедро и так далее. Самая твердая часть солома, жесть и так далее. Немножко ювелирной работы. Косточку. Почему я взял с косточкой? Потому что косточку я эту оставлю на бульон, ибо без нее бульон не такой вкусный. На мякоти наваривается не так хорошо, несмотря даже на наличие водки в бульоне, да. Кто читал мой пост в сообществе, вконтакте написали. Какой-то чувак. Какие фунты? Ты что, заблудился, блин? Чувак, я заблудился. Рецепт исторический, блин, в фунтах. Да, кстати, кто не знает, сколько весит фунт в граммах, для этого существует интернет. Забрались. Не все еще это осознают, что в 21 веке можно все спросить. Тем более такие простятские вопросы. Задать интернету. Пожалуйста, подсказываю. В общем, суть в чем. Косточка вот такая. Здесь вот, она тут и суставчики есть, и губчатая часть, которая дает сладость бульону. Как говорят мясники и бульоновары, и специальные люди. Вот тут сколько косточек. Все нужно тщательно зачистить. Так, все, ничего лишнего здесь нету. Ее-мое, маленькие хрящики. Так, как только у нас все косточки, все, чтобы у нас здесь ничего, руками вот так вот щупайте, чтобы не было крошки костяной. А то потом будет беда. Теперь нарезаем на кусочки. Блюдо, кстати, занятное. В Сибири очень любят тушенку. Я думаю, что сибирикам вообще зайдет это блюдо. Я его, конечно, делаю на свой манер. Немножко на свой манер. Потому что была, было, вернее не была, а, хотел сказать, была стычка, не было никакой стычки. Значит, по бешбармаку смотрю комментарии и понимаю, что некоторые люди, они как бы узконаправленные. Идут только вперед. Ни вправо, ни влево не могут повернуть. Типа, так должно быть. Человек пишет мне, так должно быть. Вот в Казахстане так, 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 так. Мясо не должно быть разваристое, пишет мне человек. Мясо должно быть сочное. Блин, я в ролике говорю, что бешбармак для стариков не съедобен, если он не будет разваренный. Мне человек настойчиво утверждает, что и лук должен быть сырой. Да, конечно, он может быть хоть целиково нечищенный. Но просто есть маленькие вправо-влево. Поэтому здесь я приготовлю кавурму как бы по всем канонам. За исключением маленьких-маленьких нюансов. Кусочки я складываю в тазик сразу же. Да, кстати, финночка оп. Реплика финночки НКВД. Прислал мне подписчик Сергей из Новосибирска. Танкишон. Вещь исключительная. Оп, такая. Ну, мальчики все любят такие вещи. Значит, теперь нужно прям обильно засыпать солью. Прям очень обильно. Очень-очень обильно. Вот так вот раз. Перемешать. Чтобы прям казалось, что соли много. Это вот особенность этого блюда. Вот так вот прям, видите? Мясо в соли все. Еще чуточку добавлю. И все кусочки. Ну и смотрите. В идеале, в идеале, в идеале мясо хорошо бы просолить несколько дней. Но, знаете, как бы это правильно сказать? У нас с вами нет столько времени для просола. Поэтому на часик давайте его оставим, чтобы оно взяло часть соли. Значит, для чего солят на несколько дней? Для того, чтобы соль полностью прошла в мясо. Чтобы что потом не происходило с мясом, оно должно быть соленое на всех, ну, скажем, на всех слоях. Внутри, снаружи и так далее. Я не вижу в этом какой-то глобальной проблемы. И считаю, что нескольких часов будет достаточно. Ну, например, поставьте на ночь. Все. Как только мясо хорошенько просолилось, не, ну, оно такое прям соленое, оно даже пахнет солью. Поджигаем. Я говорю, поджигаем, а не тухнем. Поджигаем кастрюльку. И добавляем сюда масло. Значит, смотрите, есть тут несколько моментов. Вообще, по классике, по самой традиционной, нужно мясо просто отварить. Отварить до полной готовности. Но, как я уже сказал, я включаю свои всякие лайфхаки, ништяки и свое видение. Я считаю, раз у нас в кавурме много масла сливочного, то нужно чуть-чуть обжарить ее. Вот прям капельку обжарить на сливочном масле, а потом уже варить. Да, чуть не забыл, от большого количества соли говядину нужно ополоснуть. И теперь в кастрюльку отжимаем. В кастрюльку бросаем. Так как с 5 килограммами мяса или с двумя даже не получится процесс обжарки, так как оно сразу дает влагу и так далее, и тому подобное, да, горелочкой немножко. Мясо должно слегка подрумяниться, слегка. Но, видите, в кастрюле есть влага, поэтому процесс обжарки должен быть вот такой вот. Принудительный, потому что жидкость в кастрюле не дает. Говядина не жарится вот на сковороде. Стакан воды и все. Мясо даже не должно быть покрытым, накрытым, закрытым. Вода не покрывает мясо, она закипает. Крышка. Тушим, вернее варим до готовности. Потом немножко выпарим уже, когда мясо будет полностью готово, выпарим немножко влагу и будем добавлять сливочное масло. Все, тушится. В общем, пока мясо варилось, я позвонил Гайне. Гайне где-то занята, не смогла говорить. Прислала мне тетушке Тагуш. Телефончик говорит ей позвони. Я позвонил тетушке Тагуш, говорю, отчего ж в Армении-то так долго солят мясо перед тем, как его варить для кавурмы. Она рассказала историю, в которой совершенно, на мой взгляд, великолепная, логичная, правильная и так далее. Испокон веков коровку зарезали, с костями нарубили. И так как куски большие, засаливали их в огромном количестве соли на 4 дня, чтобы они полностью просолились. Мясо получается очень соленое. Понятно, что его там мой-не мой перед засолом, но за четверо суток такое количество соли превращают мясо прямо в соленый кусок. Она говорит, потом, соответственно, вот так вот его варят, 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 в воде прям. И воду эту никуда не используют, потому что вода забирает много соли. Мясо все равно соленое остается. Потом его обжаривают. Да, что я разговариваю? Соль, это консервант. Соль-консервант. В глиняные горшочки, вот это все, в такие, в ложечке это мясо со сливочным маслом, с топленым маслом. Укладывали, и оно могло там по несколько месяцев стоять, ничего с ним не происходило, потому что при таком количестве соли. Ну а так как это вот в чистом виде, жиловушка не едят, а используют там в добавке и так далее. На хлебушек, на маске. Ва! В общем, что у меня тут получилось? Зараза горячая. Показать вам. Получилось то, что, соответственно, поговорив, с тетушкой Тагуш, я понимаю. А я еще попробовал бульон, думаю, если я его выпарю, там вообще, ну вот, мясо-то мясо, мясо. Мясо мягкое, вон, видите, все разваливается. Опа! Оп! Все, супер! Я все равно выливать его не буду. Я придумаю, куда его применить. Его можно использовать, как концентрированный соленый бульон для приготовления супов. Ну, вот, смотрите, по логике всей, да? То есть сама по себе ковурма может быть еще использована как добавка. Например, вот у вас есть постное блюдо. Вы ковурмы с маслом добавили, и у вас постное блюдо, то есть соли и вкуса там столько, что в постной щи ложку ковурмы добавьте, и представляете, какая тема прикольная. А многие русские не знают об этом. Ну, вот, у кого нет. Из ближайших знакомых, из друзей армянской национальности. Не, это несъедобно. Количество соли несъедобно. Но и... Ну, и количество вкуса там, конечно, прям. У меня здесь было 600 граммов мяса. Я сюда добавляю сливочное масло. Чуть больше 600 граммов, да? Но при всем этом еще же пахта выйдет оттуда. По объему все будет прям супер-пупер. Добавляем сюда. Ну, то есть масло и говядина должно быть один к одному. Примерно. Примерно один к одному. Кто-то добавляет масла чуть меньше, чем говядины. Но по мне так самое то. По всем законам армянской физики мы должны мясо это обжарить. Во-первых, выпарить вот эту влагу, вся которая есть в масле. Во-вторых, оно будет топленое. Со вкусом говядины. Ребята, сори, косяк. Одна камера, что-то с ней случилось. И вот, ну, не было куска видео у нас. В общем, что мы сделали? Взяли масло, бульон с мяса слили, масло добавили, все перемешали. И теперь минут 15 ждем, пока выпарится лишняя влага. И, соответственно, будем упаковывать в баночки. Масло прозрачное стало. Масло стало прозрачное. Все, мы имеем дело теперь с топленым маслом. Все, мы его вытопили вместе с говядиной. Можно это делать отдельно, но я вас уверяю, так будет вкуснее. Все, смотрим, чтобы там ко дну ничего не пригорало. Я порылся у себя в закромах, и обнаружил глиняные горшочки. Посему предлагаю по-настоящему армянскому обычаю в глину все это засунуть. Сначала мясо, а потом зальем вот этим вот маслом. Вообще будет супер. И в холодос. Что там, мясо ужаривается, уваривается, уваривается, ужаривается. Столько было мяса, получается совсем немного. По сути, если разобраться, это тушенка. Такая армянская, настоящая тушенка, вкусная. Вообще спору никакого нет. Пожалуйста, друзья, не обижайтесь на меня за то, что я сказал армянская тушенка. Ковурма. Я имею ввиду по сути. По сути. Вот так. И обязательно все, что здесь осталось, вот это я никак не могу здесь оставить. А вот это я буду пробовать. Оставить я это не могу. Ну да. Говядина, конечно, на порядок вкуснее становится. Если ее в масле проварить, просто заморозить с маслом. Само мясо соленое. Масла, я уверен, что нет. Да, масло в себя соли, оно слегка соленое, но столько не берет в себя соли, сколько мяса там за двое суток. Да даже вот сколько я мариновал, несколько часов. Хорошенько промывайте, чтобы оно прям было от соли промытое. В итоге соль и масло это консервант. Для того, чтобы ковурму можно было хранить в прохладном помещении всю зиму. Мне кажется, даже и все лето можно хранить. Ничего с ней там не будет. Так, вот это ничего не выкидываем. Все это вкусное, съедобное. Блин, чуть-чуть не входит у меня. Она не остыла, поэтому пробовать никакого смысла нет. Но я вас уверяю, ну вернее, я там же попробовал, но я вас уверяю, это реально очень вкусная штука и зайдет всем.